...давали нужную, чтобы еще одну дуэль на ней выживать. Или это больше появилось? Когда дуэли появились и как они проходили? Ну, как сказать, дуэли, они появились вообще... Первые описанные дуэли, с которыми я сталкивался, это... ...исландские саги, где растягивалась шкура. На эту шкуру ходило два мужика с мечами и били друг друга до смерти, потому что, ну, так они решали, кто был прав. За землю, за женщин, за богатство. Вот, поэтому дуэль, вообще, в принципе, дуэль, это слово романтическое. Вот, а если мы на это слово посмотрим через призму, собственно, реальности, то это терки, разборки, стрелки. То есть это, да, это собираются несколько условий мира пациентов и били друг друга убивают. А их несколько, так, потому что им указано, что дуэль, как слово двое. Дуэль, двое, 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 двое выясняют отношения. Дуэль выясняет отношения, но есть, например, замечательные итальянские трактаты, которые разделяют понятие игры, то есть когда ты уважаешь человека, и понятие боя, когда человека не уважаешь, и тебе надо его, ну, как бы, чтобы тебя не убили. Классическое выживание. Классическое итальянское дуэль, есть такая вот шутка фиктования. Классическое итальянское дуэль, когда двое ссорятся, назначают друг другу дуэль, каждый нанимает вот дуэль и лейкс, и оба до дуэля не доходят, потому что их режут где-нибудь в переулке до дуэля. В одном итальянском трактате тут очень классно сказано, что если тебя вызвали на бой, убедитесь, что противник придет один, сам пообещай придти один, возьми с собой двоих друзей, которых он не сдает, пусть поможет ему господу. И на гравюре два мальчика, открывшись сзади, засовывают в мешок, а там и противник. Вот, пусть нам вам доверят, в основном, естественно, как бы, в ходе с честью, когда мы все, а так сейчас романтично были, всегда.